снова мадам месье леди и джентльмены продолжаем наш тренинг по мануальной терапии сейчас рассматриваем сколиоз да вот что нам делать если сколиоз например в нашу сторону левосторонний тогда мы это я уже показывал да и берем за ногу предлагаем ее расслабить и надежность тут тут расслабились годичные мышцы так учим человека сюда плечо отпускать пустыну плечевой пояс надо расслабить полностью развести и желательно голову в нашу сторону развивать то есть то есть она нам адреснуть максимально можно добавить еще поворот за руку ведь и вот сюда в зубу вот он там уже стынулся то есть толкать будем туда надо это место подготовить растянув его ногой мы усиливаем рычаг нога расслабленная и прицелились и в поперечный отрасль можно в принципе эластистый но рычаг в виде ноги не достанет до верхнего грудного отдела поэтому мы берем еще и усиливаем сюда за счет поворота головы то есть они были разве на сюда рассердимы позвонки да мы за счет поворота головой когда вернули вот в обратную сторону рука просто расслаблена кладем ее на ухо верхняя да и в принципе можно продавить и даже через лопатку да но еще лучше когда вы придерживаете шею своим локтем и вот такой получается рычаг только не подножку хватаем а за середину плечевой кости шоколей продавили можно также это сделать вот так взяв за плечо под рукой взял за плечо да также мы продавливаем и можно запустить рычаг уже тянешь на руке все расставился через лопатку ну через лопатку и через мышечные этот волокна дамы давим в реберном поперечное сочинение наша цель туда поэтому чтобы вот так у кого-то бывает мышечная масса большая да мы просто не продавим поэтому подготавливаем удар слабили да даже не дежурить я просто придерживаю прицелились только потом подняли и продавили усиливаем прием тем что рука просто висит да может локтем переться и у двумя локтями получается раз раз такое движение щелкаем нижний отдел у нас получается движение двумя локтями более мощная теперь использование левады передней левады для этого нам надо будет опустить человека подальше вот туда спускайся еще чуть-чуть спускайся за руки либо прямые руки голова просто висит за руки да либо то есть хватаемся за выше локтей до либо он кладет вот так на друга локтями да мы поднимаем его за локти получается у нас толчок для симметрии просто толкаем мастистые вниз то есть на экстензию мы раскидываем да а при сколиозе в нашу сторону до доворачиваем вот так для тех кто терпит можно повыше чем рука сделать бедро своем ставим и горизонтально его так вот тут нагибаем вперед клади сюда локти не на меня на меня вниз 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 и также вот прогибаем это вот прямое до воздействия вниз на позвоночник а при сколиозе вот так доворачиваем разворачиваемся и вот в другую сторону гриберную дугу и мастистый также вот нас рычаг получается отсюда взять вот такой вот рычаг отдыхай если человеку тяжело так поднять дата можно использовать пример вот такую ступеньку сюда клади локти прямые дали прямые 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 просто вниз вот и также мы можем продавить но в этом случае у нас нету рычага ветер чаках не получается сейчас мы добавим рычаг просто хочу заметить что вас есть отростки мы напрямую не толкаем а делаем такую подушечку валик до из двух теноров нашей ладони сюда входят артисты и мы получается даем в эту в эту разворачиваясь ладони очень-то неважно мы даем получается на поперечной отростки по сути вот теперь увеличиваем этот эффект положил на лоб как и делал сейчас нас вот во первых появляется рычаг на экстензию во вторых можно лордов сам отправить вот прям седьмой в первый грудной раз туда протолкнули в третий позвонок можно опухнуть туда для тех кто гибкий еще усиливаем да теперь ладошки вот сюда на челюсть под челюсть вот и опять же лоб это у нас рычаг и то же самое шейный отдел или грудной отдел вот единственное что тут при сколиозе да не получится до ворот вот такие сделать поэтому выбирайте прямо под себя те которые вам нужны на данный момент на то на что готов человек если ступень например высоко можно и на столе сделать опять я в челюсть упрись вот так полегче будет да в доз ему увеличиваем и исправляем сколиоз при сколиозе в принципе вот смотрите получается поперечь остистый отросток да поближе подойдите и как правило если он ротирован то поперечный отросток поднимает реберную дугу тут можно в реберную дугу прямо вот опереться и под давлением вниз и вверх вперед получать по 45 градусов вот туда ее пробокнуть так ну все нормально приходи себе ложись ставьте нам лайки подписывайтесь на наш канал на колокольчик обязательно да и олег гудвин еще в новых видео покажет еще кое-что интересненькое с сюрпризиком а